Всем привет-привет! Это Сергей Буря, это Лысый Буря на канале Буря Лайв. На самом деле сегодня я бы хотел сказать, опять затронуть тему Кокорина и Мамаева, да, то есть как бы людей, двух футболистов, которых закрыли в СИЗО до 8 декабря. Вы знаете что? Я сегодня у Андрея Малахова увидел анонс программы, которая будет сегодня, по-моему, да, где мама Александра Кокорина плачет, говорит, что типа, господи, боже мой, типа, да как так пережить? Да, с одной стороны я ее понимаю, у нее все-таки двух сыновей, и обоих как бы закрыли, да, то есть им реально, ну как бы, я так понимаю, грозит реальный уголовный срок, да, вот. И ее можно понять как мать, но она говорит такие вещи, типа, я вот сейчас вот вставлю, если получится, вставлю вставочку из этого анонса, да, она говорит такие вещи, что, мол, ну типа казните, ну не казните, а как бы выведите нас на Красную площадь, я встану посреди них двоих, типа, да, и бейте нас все, типа, бейте, что типа, ну это же типа вот физическая боль, это не такая как душевная и так далее. Выставите нас на Красную площадь, я встану между ними, подойдите, ударьте нас все. Физическая боль, она не такая тяжелая, как морально, бейте нас, бейте нас, но не надо закрывать от общества. Я согласен, любой матери очень сложно, ну очень сложно понимать, что твои дети находятся в местах, ну не столь отдаленных, да, и лишены чего-то. То есть, как мать я ее могу понять, да, то есть как бы, ну, но с другой стороны, это сделано, блять, все для чего? Ну, это как я понимаю, для того, чтобы дать наконец-то им понять, что деньги не решают все, что хватит быть безнаказанными. То есть, им очень многое с рук сходило. И, видимо, мама Кокориных, да, она до конца не понимает вот этой вот всей сложившейся ситуации. Да, она говорит, бейте нас там туда-сюда, но дело-то не в том, чтобы там вас выпороть на Красной площади и, типа, тем самым, ну, типа, отомстить, не отомстить. Вот. А дело в том, чтобы донести до ваших сыновей, уважаемая мама, одну такую суть, что нельзя остаться безнаказанным. Что не все вам будет с рук сходить. Просто тут они привыкли к тому, что им все сходит с рук. Я больше чем уверен. То есть, как бы, да, они думали, что, ой, да, мы там звезды футбола, бабла немерена, да, любой каприз за ваши, за наши деньги, ну, и так далее, и тому подобное. И, а тут гоп не получилось. Тут вот это вот вызвало все вот такой вот общественный такой резонанс. И дело дошло реально до СИЗО. Да, они сидят в бутырке. Да, бутырка славится, ну, типа, там сидят блатные и так далее, и тому подобное. Дело не в этом. И маме, маме, что я хочу пожелать маме? Сказать маме, да? Я, конечно, понимаю, что она это вот болтовню вот эту вот никогда не услышит, но суть в том, что... Как это сказать помягче? Она не виновата, что у нее выросли такие долбоебы. Вот никак не могу их больше иначе назвать. Причем, Кокорину неоднократно давались уже шансы, да? Неоднократно давались какие-то поблажки. Уже очень много всего было. Короче, меня здесь отвлекали немножечко. Я уже одел кепку, как видите. Короче, что хочу сказать. Он все шел-шел-шел наражен, а для того человека, кто идет и ищет себе на жопу приключения, он обязательно их себе найдет. И, в принципе, Кокорин себе их нашел. То есть, как бы, рано или поздно это должно было случиться. И дай Бог, слава Богу, как говорится, что это случилось вот именно в таком ключе, да? Что тут никто особо серьезно-то не пострадал. Да, это была просто драка, да? Было бы хуже, если бы в пьяной вот этой вот драке, допустим, в какой-то, не знаю там, или под чем они там были, кто-то бы пострадал. Ну, допустим, привело бы это к гибели человека. К счастью, это не так. Им просто повезло. Да, это везение. Вот, в какой-то степени. Но это все равно плохо. А что хочу сказать. Ну, еще мама. Ну, мама, да. То есть, как бы, конечно, жалко. Безусловно, маму, родителей. То, что они говорят, что типа... Ой, сейчас все причем в голос говорят, что Саша никогда не сможет никого даже мухи обидеть. Там, бла-бла-бла и того подобное. Но все мы видели видео. И это доказательство того, как он мухи себе не обидит никому. Поэтому, все-таки, тут одно из двух. Либо им вообще бухать нельзя, либо употреблять нельзя, либо... Я не знаю, но это должно, наверное, быть в генах все-таки заложено. То есть, вот... Если человек никогда мухи не обидит, он и не пойдет, вот, знаешь, Штулам никого по башке херачить. То есть, вот, я считаю так. Поживем, увидим, что будет продолжаться с ними. Ну, как бы, какое будет продолжение. И... Не знаю. Не знаю. Конечно, мне кажется, условный срок не дадут. Там наняты, там и лучше, наверное, адвокаты. И все... Ну, все такое. Реального срока, наверное, не будет. Условка. Может быть, договорятся как-то со сторонами. Но это... Это урок. Это должен... Они должны вынести из этого урок. То, что все когда-то заканчивается. И то, что никакие деньги тебе... Вот в этих ситуациях не помогут. Маме... Ну, маме сил, терпение. То есть, как бы, да... Да, это неприятно, когда дети в тюрьме сидят. Причем, оба сына сразу. Ну, блядь. Я больше ничего не могу сказать. Просто блядь. Вот. Поэтому... Как-то вот так. Там ко мне пришли. Никак не дают мне записать до конца этот ролик. Третья попытка. Ну, то есть, серединки. Вот. Ну, я думаю, что вы суть поняли. И хотелось бы у меня вопрос задать всем. Что вы думаете по поводу этого... То есть, ну, по поводу слов мамы. Права ли мама? Да, возможно, она где-то права. Но тут суть-то... Вы поняли, да? Суть-то в другом. Суть не в том, чтобы выйти на Красную площадь и начать бить их, типа... Ну, в отметку, да? В ответ за то, что они кого-то избили. И вот, пожалуйста, избейте нас. Ну, пожалуйста, только не сажайте. А, нет. Это ничему не научит. То есть, как бы, вот это то, что их все-таки осудили, да? Ну, не осудили еще. Но меру пресечения их чего-то научат. Для чего была выбрана мера пресечения вот такая? Где-то было... Я прочитал где-то, что... Ну, мол, типа это самое... У них много денег, они могут повлиять на следствие. Да. Это так. И именно поэтому до 8 декабря мы не увидим ни Кокорина, ни Мамаева, ни там третьего чувака. Мне их искренне жаль. Действительно, как человек, я не пожелаю зла. А тем более, мне довелось. Я уже где-то говорил об этом. Мы пересекались с Александром Кокориным. На его желтой Ламборгини. Вот. Соответственно, как бы, не пожелаю никому такого. Но, как и говорил уже ранее, в каких-то роликах, что каждый сам выбирает свой путь, свою дорогу. И каждый имеет голову на плечах. Вот. И должен ей думать. Тем более, тут взрослые мальчики-то уже. То есть, ну, хватит. Наверное, уже детство в жопе перестать должно играть. Вот. Не знаю. Вот. Ну, вот так, что вот так. Ладно, ребят, я побежал работать. То есть, спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Вот. Скоро расскажу обязательно, как и вы просили на Забирай ТВ. О том, как у меня и просто небо был суд. Что случилось. И почему судьи коррумпированы. И все подкуплены. И как вообще в нашей стране проходят суды. Вот. Ну, как-то так. Я, кстати, тоже, вот, да, имел место быть в суде. Вот. Всем пока. Всем хорошего настроения. У нас снег. Вот. Что значит? А что у вас? Пишите мне в комментарии. Язык уже не ворочится. А мне еще работать. Рыба, все дела. Беда-бедовая. Вот. Всем пока. Скоро увидимся. Обязательно. Ну, подписывайтесь на канал. Все, кто не подписался. Жмите колокольчики. Ставьте лайки. Подписывайтесь на основной канал Забирай ТВ. Будьте со мной. Вот. Все. Все. Ушел. Пока.